В целом мы разобрались с главной страницей сайта, пора переходить к неглавным. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Собственно сейчас те, кто относились скептически к переходу на Кандинский 2.0, я надеюсь начнут понимать, что переход неизбежен. Потому что Гутенберг-блоки участвуют в оформлении не только главной страницы, но и всех остальных страниц сайта. И если главную вы сделали и забыли, остальные страницы могут быть достаточно динамичными. Вы можете добавлять и удалять страницы в зависимости от потребностей и всякий раз использовать Гутенберг-блоки для их оформления. То есть вот у нас главное. В целом уже достаточно сносно оформленная, а вот страница у нас. Прямо скажем какая-то не очень. Причем тут у нас остались шорт-коды и это проблема номер два, о которой я пока не сказал. Хорошо делал скринкаст в реальном времени. Вот я переехал на Новый Кандинский и вскрылась еще одна беда, связанная с переездом. Если бы делал позже, мог бы и забыть. Вот как выглядела страница о нас на Старом Кандинском. Вот это все было вставлено посредством шорт-кодов. Ну в принципе те, кто работали на Старом Кандинском, понимают о чем я говорю. А новым пользователям объяснять это не нужно. В Новом Кандинском шорт-кодов просто нет. Так что переехавшим придется пробежаться по страницам и поменять все шорт-коды на блоки. Как это делается? Идем в админку, в странице. Вот страница о нас. Изменить. Пока не удаляем этот шорт-код, мы из него возьмем текстовую часть, а просто добавляем блок. Это у нас ключевая фраза. Но выглядит она, честно говоря, совсем не так, как выглядела. Сейчас может быть есть что-то более подходящее. Нет. Ну ладно, вставим такую. Жалко, конечно, что нет прямой аналогии. Только вставилась она почему-то вниз. Сейчас поднимем повыше. О, а теперь вверх. Так, вот если взять ее за эти как бы шесть точек, не знаю как называть эту иконку, и переместить. Должна появиться такая синяя полоса, куда мы перемещаем. Но почему-то не появляется. Ничего не понимаю. А, вот. У нас же тут старый текст, он же не в блочной системе. Я уже отвык, что такое бывает. И вот вам еще один плюс блоков. Все что угодно, можно куда угодно двигать и куда угодно вставлять. То есть сначала вам нужно преобразовать это в блоки. Вот таким вот образом. И теперь уже можно двигать, вставлять, удалять. Да. То есть берем цитату и вставляем ее вот сюда. Вот синяя полоса, все отлично. И теперь берем текст и вставляем в этот блок. Да, выглядело конечно красивее раньше, честно говоря. Ну ладно. Вставляем в этот блок и получаем, ну да, получаем что-то такое, что мне не нравится. Давайте попробуем просто найти что-то более подходящее не в блоках Кандинского. И собственно говоря, это на мой взгляд главное, ну или одно из главных достоинств блочной системы. Раньше вы были ограничены очень скромными возможностями форматирования текста в визуальном редакторе и теми предустановленными элементами, которые вставлялись посредством шорткодов, как например в Кандинском. А значит вас ограничивала фантазия разработчиков Кандинского. Честь им конечно и хвала, они очень помогли НКО в свое время, но теперь вас не ограничивает ничто. Кроме блоков, встроенных в Гутенберг, есть еще огромное количество сторонних и в основном бесплатных блоков, которые разрабатывают энтузиасты. В частности у вас теперь есть набор блоков Кандинского, но кроме того вы можете использовать и другие блоки. То есть вот нужная вам цитата. Посмотрим какие цитаты предлагает Гутенберг. Это честно говоря тоже не очень, это больше похоже на то что было, но заголовок здесь это имя автора, но нам все равно чего туда вставлять. Здесь внизу, а там был наверху. Сейчас еще посмотрим. Вообще у меня есть хорошая коллекция блоков, вот эта. Вот кстати по-моему подходит. Мда, вставим. И сюда мы вставляем заголовок. Наша миссия там была, а сюда текст. Это удалим. Пока оставим как есть, а дальше у нас идет фото с надписью. Ну это как раз стандартный блок Кандинского под названием... Обложка. Обложку мы уже оформляли, поэтому не буду показывать как, просто очень быстро оформлю как было. Да, обложка стала лучше, а наша миссия опять честно говоря не очень. Было все-таки красивее. Сейчас давайте попробуем как-то подредактировать. Вообще сторонние блоки оформляются так же как блоки Кандинского. Если не понимаете что за что отвечает, действуйте методом логического тыка. А вот, примерно так. На самом деле все это можно сделать и средствами Кандинского, и будет один в один. Но это мне уже пришлось связываться с разработчиками, чтобы выяснить. Решение нетривиальное, воспринимайте как лайфхак. Сюда можно вставить блок о проекте и удалить у него вот эти колонки. Причем видимой возможности удалить их нет, поэтому воспользуемся невидимыми средствами. Но сначала поменяем цвет заголовка, там он был черным. Теперь с колонками. Если оставить поле в блоке пустым, оно пропадет. Это мы видели на примере обложки. Но тут оно и так пустое. А то, что мы видим на сайте, это текст для примера. А значит нужно вбить свой текст и потом уже его удалить. Поле сначала станет не пустым, а потом удалится вместе с колонкой. И то же самое нужно проделать с двумя другими колонками. Все, восстановили один в один. И последний шорткод, что у нас был на этой странице, это наша команда. Это вот здесь. И вставляем команду. Ок. Также можно ее подстроить. Вы уже знаете как. Ну вот мы восстановили страницу о нас и внесли в нее даже ряд изменений. Таким же образом можно редактировать другие страницы. Например, вот в хронику борьбы. Тут у нас какие-то странные шорткоды, они не рабочие. Так вот в хронику борьбы можно вставить уже собственный блок, не предусмотренный в прежней версии Кандинского. А что нам мешает? Например, логично после перечисления того, что произошло, вставить блок с вашими проектами. Или новости. Нет, лучше проекты. Ну то есть человек прочитал хронику борьбы, и у него перед глазами появляются ваши проекты, которые с этой хроникой явно коррелируют. Иначе зачем вам нужны такие проекты? Ну вот, а дальше по аналогии. Либо восстанавливаете страницы в прежнем виде, либо меняйте их, делайте заново. Возможно, в новом виде и вам, и вашим коллегам, и посетителям сайта они понравятся больше.